Евангелие от Луки, глава 10. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите «мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им «приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите «и прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам, однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретящей пепле, покаялись». «Но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил с ее от мудрых и разумных, и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И обратившись к ученикам, сказал «Все предано мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И обратившись к ученикам, сказал им особо «Блаженны очи, видящие то, что вы видите». Ибо, сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. И вот один законник встал и, искушая его, сказал «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу «А кто мы ближние?» На это сказал Иисус «Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым». По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему «Иди, и ты поступай так же». В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». И Иисус же сказал ей в ответ «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Евангелие от Луки, глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им «Когда молитесь, говорите «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему «Друг, дай мне взаимы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, поддаст ему камень? Или когда попросит рыбу, поддаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, поддаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов силой Вильзевула, князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышление их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет». Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вильзевула изгоняю бесов. И если я силою Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имения. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот растачает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал, «Блаженно слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамений не дастся ему, кроме знамений Ионы Пророка. Ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и сын человеческий для рода сего. Царица же Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их. Ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Ниневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. «Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук пред обедом. Но Господь сказал ему, «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, а сотворил внутреннее. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей, сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему, «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал, «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена, неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим, вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». «Потому и премудрость Божия сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Евангелие от Луки, глава 12. Луки, глава 12. «И не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого боятся. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два Ассария, и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. И так не бойтесь. Вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, «Всякого, кто исповедует меня пред человеками, и сын человеческий исповедует пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на сына человеческого, прощено будет. А кто скажет хулуны Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальникам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу, «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал, «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды». Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц! Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми пачи вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малая стада, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которые господин придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет сын человеческий. Тогда сказал ему Петр, Господи, к нам ли притчись ее говоришь или и ко всем? Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его придя найдет, поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает и в час, в который не думает и рассечет его и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я не извести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас, говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушке. Псалом 108. Начальнику хора Псалом Давида Боже, хвалы моей, не промолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мной языком лживым, отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины, за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь, воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью, поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его, когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех, да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой, дети его да будут сиротами, а жена его вдовою, да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих, да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие расхитят труд его, да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде, да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится, да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле, за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его, возлюбил проклятие, оно и придет на него, не восхотел благословения, оно и удалится от него, да облечется проклятием как ризую, и да войдет оно как вода во внутренность его, и как елей в кости его, да будет оно ему как одежда, в которой он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается, таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою, со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо, милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне, я исчезаю как уклоняющаяся тень, гонят меня как саранчу, колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука, я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами своими, помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это, они проклинают, а Ты благослови, они восстают, но да будут постыжены, раб же Твой, да возрадуется, да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом Своим. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти Его от судящих душу Его. Книга Руфи, глава 3. И сказала ей наимень свекровь ее дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Ваос, со служанками, которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Руфи сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне. И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Ваос наелся и напился и развеселил сердце свое и пошел и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Ваос, кто ты? Она сказала, я Руфь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твое, ибо ты родственник. Ваос сказал, благословенна ты от Господа Бога, дочь моя, это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. И так, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночу эту ночь, завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет, а если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра. И спала она у ног его до утра и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Ваус, пусть не знают, что женщина приходила на гумно. И сказал ей, подай верхнюю одежду, которую на тебе, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей шесть мер ячменя и положил на нее и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей. Та сказала ей, что дочь моя, она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала ей, эти шесть мер ячменя он дал мне и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Та сказала, подожди, дочь моя, да коли не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Книга Руфи, глава четвертая. Ваус вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Ваус. И сказал ему Ваус, зайди сюда и сядь здесь. Тот зашел и сел. Ваус взял десять человек из старейшин города и сказал, сядьте здесь. И они сели. И сказал Ваус родственнику, наимень, возвратившаяся с полей Моавицких, продает часть поля, принадлежащую брату, нашему или Мелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать, купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я. Тот сказал, я выкупаю. Ваус сказал, когда ты купишь поля у наименья, ты должен купить и у Руфи, моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. И сказал тот родственник, не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела, прими ее ты, ибо я не могу принять. Прежде такой был обычай у Израиля. При выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела один снимал сапог свой и давал другому, который принимал право родственника, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Ваозу, купи себе, и снял сапог свой и дал ему. И сказал Ваоз старейшинам и всему народу, вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимине все Елемелехова и все Хелионова и Махлонова. Также и Руфь, Мавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его, и у ворот место пребывания его. Вы сегодня свидетели тому. И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели. Да садилает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе. И да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фореса, которого родила Фомарь и Уди, от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины. И взял Ваусруфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины на имени, благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебя отрадую и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи родила его в объятиях своих, и была ему нянькую. Соседки нарекли ему имя и говорили у Наимине родился сын, и нарекли ему имя Авид, он отец Иесея, отца Давидова. И вот род Форесов. Форес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Ваоза, Ваоз родил Авида, Авид родил Иесея, Иесей родил Давида. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова